Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро из Иерусалима! Hello! И мы продолжаем изучать Тору. Значит, вот чуть я сегодня опоздал на 4 минуты, но я читал, буквально вчера видел там одну статью, что когда начался разговор Путина с Байденом, да, это два президента, так Путин на 5 минут тоже опоздал. Но это же серьезный разговор. Два самых сейчас таких, можно сказать, царя. Есть в мире сейчас три главных царя, знаете? Три главных царя. Ну, как бы царя, как раньше были цари. Это Байден, Путин и китайский царь. Не помню, как его зовут. Китайский царь, он очень влиятельный. Можно сказать, что он самый влиятельный в мире человек. Это не Байден и не Путин, а какой-то там Сяопин, про которого мы вообще мало что знаем. По-моему, его Сяопин не зовут этого, Сяопиня. Полтора миллиарда у него китайцев. То есть, если вы вдумаетесь в цифру, да? Полтора миллиарда. Невероятно вообще. Значит, но мы живем, каждый живет в своем мире. Каждый человек живет не в глобальном мире, в котором есть полтора миллиарда китайцев, в Путин, Байден и так далее. Каждый человек живет в своем. Яков Штанин, шалом, шалом. Значит, каждый человек живет в своем мире, со своими войнами, со своими, со своими, вот именно войнами, да? Сейчас мы читаем недельные главы. Исход из Египта. Это такие катаклизмы, потрясения. Если посмотреть на жизнь каждого человека в отдельности, то он переживает в своей жизни свои внутренние войны, катаклизмы, разрушения, мир, любовь, рождение. То есть, есть макромир, такой громадный мир, да? Есть, а есть микромир, личный мир человека. И, в принципе, когда мы изучаем Тору, мы, изучая истории, которые происходят, происходили даже, да, когда-то, по факту, мы, каждый работает со своим внутренним миром. И я уверен, что вот все, кто сегодня присутствует на этом уроке, и вообще все, кто слушает уроки Ваикра, по факту, это не какое-то знание, которое вот просто знание о чем-то, что было когда-то, да? Это средство, успокоить, успокоить, пробудить, украсить душу, да? То есть, это очень-очень такая важная вещь, что Тору учат не, чтобы знать, а для того, чтобы понять и чтобы было хорошо. В принципе, цель у всех, чтобы было хорошо. А достигают люди эти цели по-разному, как говорили в Советском Союзе, что мы будем бороться за мир до последней капли крови наших врагов. То есть, вот цель хорошая, бороться за мир. Да? А средство до последней капли крови наших врагов. Хорошо. Значит, сейчас мы изучаем такой вот ключевой момент исхода из Едипта, когда Всевышний после 210 лет было египетского рабства, всего 400 лет было изгнание, по-моему, 210 лет было было именно рабство. Значит, после 210 лет, это почти 8 поколений. Хотя, по факту, это не могло быть 8 поколений. Маше Робену был 26-е поколение, значит, он был 26-е поколение, Яков был 23-е поколение от сотворения мира, Аврам 20-е, Ицхак 21-е, Яков 22-е, а Маше 26-е. Значит, это было, получается, 4 поколения между... Ну да, где-то около 4 поколений, в 25 лет люди женятся, около 100 лет продолжалось тяжелое рабство. В общем, что я хочу подчеркнуть, что мы сейчас не понимаем особенно, что такое рабство, да, но я читал вчера, вчера я читал, именно я зашел в Википедию посмотреть про одного из фараонов. Вот фараон, примерно, Аминхотеп его звали, Аминхотеп I, это примерно того времени, 3,5 тысячи лет назад был фараон. Есть очень много, оказывается, документов того времени и рассказывается, как египтяне воевали, как они брали себе рабов, как они приносили фараону в подарок руки, отрубленные руки врагов, да, то есть он пошел воевать, вот руки он отрезал людям и принес фараону как бы в подарок. И быть рабом в Египте это было страшно, то есть это просто было страшно, а страшнее страшно. И вот эти египтяне, которые, они убивали, там фараон купался в крови, представляете, он каждый день купался в ванной с кровью детей, еврейских детей, брали детей, из них выжимали кровь, и фараон в этой ванне купался, да, чтобы кожа у него была поприятнее, поздоровее. Вот, и здесь, после всего вот этого вот страшного, после всего этого страшного вообще периода, значит, после страшного периода появляется Маше Рабейну и от имени Всевышнего начинают с фараоном разговаривать, отпусти. Значит, вот мы дошли до момента, когда казнь зверей, казнь детьми зверями. Значит, Маше предупреждал, фараон не отпускал, и сделал Бог так, что пришли вот эти вот дети и животные, зашли, они начали заскать дома, в египтян, во дворец фараона, причем, это были дети и животные разные, скорпионы, змеи, какие-то вараны, ящерицы, львы там разные, и так далее. И, значит, позвал фараон, написано, позвал фараон тогда Маше, и сказал, все, говорит, уходите, идите, приносите жертву Богу, но только не выходите из Египта. Он говорит, я вас из Египта не отпускаю. Значит, сказал Маше, не можем мы это делать, мы не можем в Египте приносить жертву Богу, потому что мы же приносим, жертвы это чистые животные, чистые животные это коровы, овцы, козы, то есть, такие животные можно приносить жертву. А все эти животные, они были для египтян божествами. Они были божествами для египтян. То есть, можно прочитать древний Египет, вот кому они поклонялись. Они, в каждом у них городе, в каждом штате у них были разные животные, которым они поклонялись. Это все были их идолы. И Муша говорит, как мы будем приносить, как вы себе представляете, в Индии попробуйте вот на улице взять корову и ее зарезать на улице. То есть, это верная смерть. То есть, даже ты еще не успеешь эту корову зарезать, в наше время прямо эти индусы затопчут, вообще разорвут. Просто разорвут. Да, доброе утро, Раиса Васильевна. Индусы, они с виду спокойные, но если корову их тронуть, священную, все, затопчут. Вот. Теперь, значит, поэтому Маша Рабайна говорит, мы не сможем это сделать, они нас побьют камнями. Он говорит, мы пойдем путь три дня в пустыню и там и там мы принесем жертвы Богу нашему, которые он сказал нам. Сказал тогда фараон. Кстати, интересно, когда-то читал книгу, написал ее Герб Коэн, такой списатель, на русском можно найти эту книгу. Книга называлась «Как вести переговоры и заключать сделки». И он брал, как разбирал, как модель, как Маша Рабайна вел переговоры с фараоном. И здесь мы видим, что значит, Маша говорит, на три дня уйдем и там мы принесем жертвы. И сказал ему фараон, я вас отсылаю и вы принесете жертвы Богу Всесильному вашему в пустыне, только далеко не уходите и молитесь за меня. То есть фараон тоже, он по чуть-чуть уступает, но вот это вот его такая фараонская эго, и он же себя Богом считал. То есть в Египте самый главный Бог это был фараон. И он обожествлял себя, то есть служили животным и фараону. И он говорит, только молите за меня. Сказал тогда Муше, что я выйду, помолюсь, и значит, эти животные уйдут, дети животные. Но, говорит он, чтобы фараон больше не насмехался над нами и отпустил народ служить Всевышнему. И вышел Муше от фараона, воецемуше от фараона, вышел он и молился Богу. Используется здесь глагол воеатер, воеатар. Такое слово, как бы молился сильно. Этот глагол используется, когда молились Ривка Ицкак о детях, вот они были бесплодные тогда, тоже воеатер. То есть это такая молитва, очень сильная сосредоточенная молитва. Вот когда мы говорим слово молитва, надо понимать, что молитва это не там бу-бу-бу, где-то там кто-то побубнил что-то и все. Молитва это когда человек от всего сердца всем своим намерением устремляется и как будто бы он вот прям хочет внутри соединиться со Всевышним через молитву. Он хочет, чтобы эта молитва дошла до Всевышнего. И вот это вот воеатер, это такая мольба, можно сказать. Вот на русском есть молитва, есть мольба. Вот Маше, значит он мольба вот этого, он включил со всей силы свое вот это намерение и соединился со Всевышним. И что? И сделал Бог по слову Маше и убрал он всех этих зверей и гадов от фараона. Все, ушли эти все гады. И что? Во их бет паро эт либо. Написано и ужесточил фараон свое сердце и в этот раз тоже не отпустил он народ. Значит мы видим опять же значит Дамир молодец. Надо будет с Божьей помощью вот сейчас как раз хорошее время на будущий год что-то новое запланировать. Очень классный план мини-уроки по заповедям вечерами. Дамир серьезно взялся за вопрос. Значит с Божьей помощью хороший план подумаем, подумаем. Значит вот здесь написано что сделал. Фараон он ваихабет он сделал тяжелым свое сердце. Это как человек делает да вот с ним проходят неприятности какие-то. Он думает все я изменюсь. Вот алкоголик утром проснулся ему плохо. Он говорит я изменюсь все я не буду больше пить. Наступает вечер он опять пьет. Опять ему повеселился утром плохо вообще все. Он говорит все я больше не буду пить. Наступает наступает утро он опять пьет. Что это? Вечер вечером пьет утром жалеет. И так же фараон все не отпустил. Сказал тогда Бог Маше еще раз иди к фараону и скажи ему так сказал Бог отпусти народ мой чтобы они служили мне. Значит отпусти народ мой чтобы они значит служили мне. Потому что если ты если ты не отпустишь их смотрите давайте так я сейчас не буду все переводить потому что сегодня нам надо пройти и за сегодняшний день и за и за субботу два отрывочка да просто быстренько мы пройдем сейчас что было а потом обсудим почему это было и для чего это было и что мы отсюда учим потому что все слова торы да есть в Талмуде такое выражение в брахот аграды пирха не так аграды шмайсеса свара что награда за изучение это мысль идея то что у тебя осталось после этого обучения и давайте сделаем потом какие-то выводы значит еще раз что мы видим казнь животными фараон просит отпусти помолись муша молится фараон не отпускает дальше дальше муша набел идёт к фараону снова и говорит о следующей казни что сейчас будет мор весь все животные которые в поле они погибнут а те животные которые которые будут в домах если те кто послушается Бога то есть тот кто слушается Бога сразу же даже среди египтян у них тоже не было проблем значит он говорит животные которые в поле все погибнут будет мор те Те, которые в домах нет. Животные у евреев, которые в земле Гошин, не погибнут тоже. Чтоб ты понял, что Бог, он не шутит. Это смысл весь этих казней, что Бог настолько, он управляет миром, что ты не можешь против него выступать. Поэтому отпусти. Начал умирать скот. Значит, пошел фараон проверить, что действительно скот, который в земле Гошин у народа Израиля не умирает. Скот, который египтяне загнали в дома, не умирает. И, значит, опять он, фараон, написано, что он сам ужесточил свое сердце. Он говорит, ну и ладно, пускай этот скот умирает. Пожалуйста, значит, пусть умирает. И, значит, тогда Бог сказал Муше, возьмите полный пригоршни печной копоти, печной сажи, бросьте это все в небо, и покроются и египтяне, и скот их, который остался язвами. Значит, Муше так и сделал. Зовет его фараон. И, значит, говорит, все, пожалуйста, отпустите, уходите, делайте все хотите. Значит, то же самое. Проходит язвы, он не отпускает. Ну ладно, тогда Муше Рабену говорит от имени Всевышнего. Значит, он говорит, сейчас будет самое страшное, самое страшное сейчас будет казнь. Шестая казнь, сейчас шестой это был нарывы. Седьмая казнь, это будет град. Значит, это будет град с огнем внутри. Спасибо всем за добрые пожелания. За добрые пожелания всем спасибо. Но вот у меня, когда я эту главу читаю, да, я когда главу читаю, у меня просто, я понимаю, насколько мы привыкли, мы привыкли вот, то есть Всевышний, да, Всевышний, мы видим, какие он казни насылал на Египет. И мы привыкли думать, да, Всевышний, как Боженька, Боженька, типа, он все простит. Он все простит, он все забудет, можно делать все, что ты хочешь. Но по факту получается, что Всевышний периодически в жизни каждого человека включает вот эти вот 10 казней. И получается, что я не видел ни одного человека, чтобы у него не было в жизни каких-то вот таких вот неприятностей, каких-то страданий, каких-то проблем. То есть, и это как раз все приходит от Всевышнего, чтобы мы отдумались, проснулись. И, опять же, все вышли на свет, да, на божественный свет. Значит, то же самое делал, делал Мушер Абейну. Приходил, предупреждал, делал Всевышний. Значит, он предупреждает фараона, что будет град очень сильный, в котором будет сверху будет лед, внутри будет огонь. И этот град побьет уже все, что будет на улице. Но те, кто зайдут в дома, значит, им ничего не будет. Они не умрут. А все, кто на улице, все умрут. И вот тут интересный такой отрывок, да. Ваяре Эдвар Ашем Меавдей Паро. И те, кто боялись слова Бога из рабов фараона, то есть из его слуг. Значит, те, кто боялись египтяне, они, значит, избежали. Они зашли в дома, скот загнали в дома. И что? И остались живы. Ва Шер Ло Сам Либо. А те, которые не обратили внимания на слово Бога. И те, кто оставили своих рабов и свои стада в полях, те погибли. Все, вот этот вот град все побил. Был град и огонь полыхающий, там были страшные катаклизмы. И что? Побил град все в земле Едипта, от человека до скота, всю траву полевую, все побили. И сказал Маше. А, и тогда послал Паро. Вайшлах Паро, вайкрали Маше. И послал Паро, и возвал к Маше. И прямо он к нему кричал и орал. И сказал им, я согрешил, говорит, в этот раз. Вот сейчас я признаю. Знакомая, да, такая история? Хататя Апам, он говорит. Согрешил я в этот раз. Бог цадик, Бог праведный. Бог праведный, а я и народ мой злодеи. Пожалуйста, он говорит, помолитесь еще Богу, чтобы остановился этот град. И я вас отошлю, и все, больше не буду вас удерживать. Идите, служите Богу. Все, значит, я не буду больше вас удерживать. И сказал ему Маше, воемерла Маше, когда выйду я из города, тогда иду за город, говорит, потому что в городе я не могу молиться. Потому что египтяне же, они загнали скот в дома и молились этим своим животным. Это, они же два поклонники были. И Маше не мог молиться Богу там, где было это два поклонства. И он говорит, все, пойду я сейчас выйду из города, помолюсь, и град прекратится. Для чего? Ле, от этого будет, не будет этого больше града. Лиман ты да, чтобы ты узнал, Киляше Марес, что Богу принадлежит земля. То есть, вся вот эта вот была, вся вот эта вот казнь и так далее, это все было для того, чтобы мы, чтобы египтяне узнали, чтобы мы узнали, чтобы еврейский народ узнал, чтобы все узнали, что все принадлежит Богу. Все. Значит, и дальше Маше продолжает. Твоя та вавадеха, но ты и твои слуги, знаю я, что не боитесь вы Бога Всесильного. То есть, Маше Рабейну видел их сущность, он же был пророк. И он видел, что они все равно внутри, они все равно, знаете как, как человек живет в своей системе координат, и он пытается все равно все объяснить какими-то своими рациональными, какими-то своими вот, как-то он дает всему объяснение, чтобы сохранить свою модель мира. Свою модель мира, чтобы, знаете, когда люди спорят, они настолько пытаются доказать свою точку зрения, что, ну, я уверен, что каждый из нас спорил, что истину никто не видит. Каждый доказывает свою точку зрения. И вот эти два поклонники, они все равно каким-то образом пытались остаться в своей вере. Маше это увидел, и он говорит, что вижу, что вы не боитесь Бога. Дальше, 34-й отрывок. И испугался поро, а, и увидел, ваера, это и, и увидел, и испугался, одинаково написано. И увидел поро, что остановился град, и опять он ожесточил свое сердце, он и все его слуги, и не отпустил он сынов Израиля. И не отпустил он сынов Израиля, как говорил Бог, через Муше. То есть, все было понятно, и не отпускал фараон. Вот то же самое происходит с каждым из нас на протяжении жизни. То есть, очень религиозные люди, я вот смотрю, ну вот религиозные люди, которые верят же в Бога, и верят, что все от Всевышнего, и верят, что Всевышний все управляет, и что главное это служить Богу. И все равно живут так, как будто бы все, вообще все надо контролировать, и все зависит от них. И я по себе могу тоже так сказать. То есть, человек, который верит по-настоящему в Бога, даст Бог день, даст Бог пищу. Чего вообще бояться, чего волноваться, чего завидовать, зачем, зачем там вообще стремиться, зачем этот весь почет, это. Все равно, как сказал царь Соломон, мудрейший из людей, эвэль и вэлим, все, эвэль, все это пар паров, и в конце концов, совдавар, окольний шма, в конце концов, все понятно. Это латим, ира, Бога, бойся, митсватав, шмур, заповеди его соблюдай, тизе, коли, адам, в этом весь человек. То есть, если ты вот логически подумать, то, ну, жизнь-то достаточно проста, да, то есть, ты поел, занялся чуть-чуть своим телом, если им хорошо заниматься, то нужно очень мало пищи. Если тело хорошо отрегулировано, то достаточно мало пищи, там, какой-нибудь холодная вода, контрастный душ для здоровья, все такое. Да, и потом ты целый день, зачем куда-то ломиться, бежать, ты делаешь добрые дела, учишь штору, молишься, работаешь, выполняешь какую-то свою работу хорошо, люди тебе благодарны. И живешь себе, живешь спокойно, потом пришло время, и уходишь, умираешь. Почему люди так не живут, непонятно. То есть, люди все время каких-то, придумывают себе какие-то конфликты, какие-то истории, какие-то цели, потом ради этих целей они друг друга начинают уничтожать, там, ссорятся, ругаются, доказывают. То есть, вообще непонятно, вообще непонятно, зачем все это. Но вот мы видим из фараона, что вот так вот, то есть, идет какая-то неприятность, которая должна научить, человек вроде бы учится, говорит, не-не-не, больше никогда, чтобы я еще куда-то полез, а потом оп, и опять лезет. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, хорошего года. Заканчивается 2021 год, 2021 год, начинается 2022, и прям с завтрашнего дня будет 1.01.2022. Очень такая красивая цифра. 0.01.01.2022. И чтобы начиная с этого 0.01.01.2022, у всех было очень много в жизни счастья, гармонии, благополучия, шалома. Вот шалом, чтобы был внутри, шалом, чтобы был в сердце, шалом в голове, шалом с близкими, шалом с людьми, чтобы был, главное, в 2022 году, чтобы был везде шалом, во всех странах, во всех семьях, у всех людей, и везде, чтобы был шалом. Все, всем шаббат шалом, сейчас наступает у нас шаббат шалом, чтобы мы в шаббат научились, что такое шалом, когда ты просто наблюдаешь, кайфуешь, радуешься, приносишь радость другим. Все, шаббат шалом, удачи. Продолжение следует...